Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Самая большая, которую нам удалось найти, это до 20% мирового мобильного поиска связана с порно, но все равно же понятно, что это огромный рынок, огромные цифры и огромная аудитория. И мы сегодня поговорим не о процессе, с которым вы прекрасно знакомы и без нас, а, как обычно, о людях, о их мотивации, об их находах, о том, что ими движет в этой индустрии. Конкретнее мы поговорим про русскоязычных людей в мировом порно-бизнесе. Это важная его часть, большая его часть, одна из самых активных его частей. И знаете что? Мир порно-бизнеса, он как раз очень хорошо показывает, насколько современный мир трансграничен и наднационален. Потому что, вот, например, чтобы начать внятно рассказ про русскоязычный порно-бизнес, нужно из России уехать и приехать в Берлин. Почему мы в Берлине? Потому что здесь большая B2B конференция, бизнес-то-бизнес. Но вы на таких были. Это, знаете, это обязательный бейдж, собираются профессионалы, там, значит, вот регистрация, там вот кофебрейк, воркшоп, мастер-класс, все такое. И это ровно оно и есть здесь профессионалы порно-индустрии. И если вы думаете, что все эти люди, типа, озабоченные, или думают про секс, или думают, где они и с кем проведут сегодняшнюю ночь, нет, ничего подобного. Это ровно то, что я сказал. Это такие собрались профессионалы поговорить о бизнесе. Тебе 20, да? Да. А ты помнишь свою первую съемку? Да, я помню. Давно это было? Около года назад. И можешь рассказать, как все прошло и что ты чувствовала? Ну, когда я туда летела, я чувствовала страх, на самом деле. Мне было действительно очень страшно, я волновалась, и я даже злела, что я согласилась. А куда ты летела? На Туше. Это была съемка на Ибице. Ну, а в целом съемка прошла довольно-таки лайтово, мне очень понравилась сама команда, они такие дружелюбные, открытые, легкие, вот, и я решила сниматься после этого дальше. Я рассталась молодым человеком и решила просто немножко так поэкспериментировать со своей, как бы увидеть, в чем, что я могу сделать, свой лимит узнать. У меня было так вот, немножко крыша ехала, и мне хотелось попробовать что-то острых ощущений. И когда я пришла в порно, я успокоилась. Ну, в плане душевные переживания, они пришли, и мне, в принципе, я нашла место, где я хочу находиться. То есть это был такой психологический компенсаторный механизм? Да. Мы с моим другом открыли рекламное агентство. Несколько уже было компаний, с которыми мы работали, и я был ответственен за поиск новых компаний. Случайно наткнулся на один из веб-кам-сайтов, и там у них было в офере. 50% платим моделям, 5% платим за трафик. Я думаю, ну, модели как-то точно не про нас, работаем с этим офером. Начали работать, а цифра 50 не выпадает из головы, что в 10 раз больше. И понял, что интересно бы попробовать. Но Катя в то время была, скажем, очень консервативной. А кем-то? Живая такая студентка, чистая нелинная. Ну да, студентка, отличница. Ваши дипломы, там все вот это вот. Приходит Кирилл как-то вечером и говорит, слушай, есть такая тема, мы с тобой будем на камеру трахаться. Ну, примерно так. И ты такая, что-то такая, что? Или как это? Приходилось провернуть окно овертона, там в течение где-то трех месяцев проворачиваю это окно овертона. То что? Окно овертона. То есть постепенно-постепенно смываю эту грань. Что? Можно в принципе бы и попробовать. В школе еще я хотела быть этой девочкой с обложки, красивой, чтобы многие восхищались, меня любили. Мне всегда хотелось быть такой, поэтому вебкам меня в этом плане раскрыл. Мне нравилось даже, может быть, я не зарабатывала много денег в этот день, но если меня смотрело пять тысяч человек, я просто не знала, у меня мурашки по коже. Я это обожаю. Я не скрываю, я честно говорю, как есть. Тебя обижают, когда люди называют тебя шлюхой? Нет, я считаю это комплиментом. Значит, что я физически привлекательна, как минимум. А какие-то составляющие, термины, ну подумаешь. Немного о редакции. Мы здесь проводим друг с другом столько времени, что я про всех знаю практически все, как мне кажется. Мы тут, конечно, делимся и сплетнями, и радостями, и проблемами. И вот среди проблем, например, есть такая. У меня сразу несколько ребят привыкли заказывать себе вещи в интернете, но, например, не могут себе заказать то, чего хочется, потому что нет доставки из Америки или из Европы. Вот, например, Слава, наш основной директор, он любит техномузыку. Недавно он хотел заказать себе пластинку на виниле своего любимого техноисполнителя, имени которого я даже вспоминать не буду, потому что не знаю, и ничего у него не вышло, потому что заказать невозможно. А вот Катя, наш шеф-продюсер. Недавно хотела себе просто заказать новые крутые кроссовки из США. Нету доставки в Россию. Ну и я. Хотел заказать себе новое крепление для камеры. В Америке оно есть. Недорогое. Доставки в Россию нет. Ура! Теперь решение этой проблемы есть. Оно поможет и мне, и Славе, и Кате. Называется оно «Бандеролька». Это сервис, который помогает заказать любые товары в любых магазинах США и Европы. А еще там можно объединить разные покупки в одну. Очень удобно. Мне больше всего понравилась функция «Помощь при покупке». Благодаря ей можно вообще ничего не делать. Ну то есть ты отправляешь понравившиеся ссылки, а ребята из «Бандерольки» делают все остальное за тебя. Как вы могли заметить, у меня на компьютере открыт сайт «Бандерольки», но намного удобнее пользоваться ей в мобильном приложении. Это можно сделать в любом месте. И здесь комфортно отслеживать и свои покупки, и движение посылок. Ну а пока я жду доставки своих, то есть наших редакционных посылок, вам ждать уже ничего не нужно. Ссылка на приложение в описании. Скорее по ней переходите. И удачного шопинга! Я стал сниматься в Теновском порно. Теновское порно – это что? Ну это когда ты помоложе, не накаченный, не такой… А, я понял. То есть ты изображаешь из себя подростка? Да. До сих пор. А тебе сколько? Успешно. Мне 32. А сейчас ты как работаешь? Ты работаешь с компаниями, да? Сейчас я вообще, да, вот работаю с Юлей, если можно говорить. Можно, можно. Я прямо считаю ее своей. Ну, босс как минимум. А ты помнишь свою самую первую съемку? Ну, такое сложно забыть, потому что это изменило всю мою жизнь. Вот. У меня очень простая причина, почему я оказалась в этой сфере. Мне нужны были срочные суммы денег. Я позвонила знакомой, которая знала, что она снималась. Это было в Санкт-Петербурге. 90-е, 2000-е. Это было, сколько, 11-12 лет назад? 2000-е. Питер 2000-е годы. Да. Я позвонила, она говорит, ну, вот тебе телефон, там итальянцы сейчас снимают в Питере, езжай туда, они тебе дадут работу, сколько надо денег заработаешь. Ну, я собралась, приехала. Я до первой своей сцены ни разу не обнажалась перед камерой, не было ни одной фотографии, ни, в общем-то, ни селфи, ни домашнего порно, ни каких-то эротических. Даже в белье не было фотографий, просто вот так вот сразу. Ну, девственницей ты не была. Нет, ну, это, конечно, нет, скажем так. В общем-то, единственный намек на это был молодой человек, который постоянно пророчил, что тебе бы в порно, вот, такая ты активная. Это была его сексуальная фантазия. Активная, да. Он так отправлял за поруч. Потом, конечно, он со мной из-за этого расстался, но это ладно. Как я понял, как я успел вникнуть в устроен рынок? То есть раньше были компании, которые занимались производством порно более-менее профессионально. Ну, кто-то лучше делал, кто-то хуже делал, но в целом это были компании, которые там находили моделей, собственно, снимали, дистрибутировали, зарабатывали на этот день. Потом произошла цифровая революция, появились, собственно, отличные камеры у каждого в руках в телефоне. И сейчас на рынке огромный поток любительского порно, который люди выкладывают на так называемые тьюбы. Самый известный порно-хаб. Это огромные такие онлайн-компании, которые позволяют залить свое видео, так же, как на Ютьюбе, его монетизировать с просмотров. То есть чем больше у тебя трафик, тем больше у тебя… Два варианта есть. Есть там, где заливаешь бесплатно и зарабатываешь на трафике. Есть вариант, где ты заливаешь и просто продаешь за просмотр видео. То есть какие-то небольшие суммы. И, насколько я понял, эта революция снесла с рынка огромное количество компаний, которые не были достаточно богаты, чтобы противостоять. Ну, если не снесла, то скоро снесет. Ну, во всяком случае, им тяжелее и тяжелее бороться с этим, потому что девчонки уже меньше заинтересованы работать с ними, у них не хватает денег оплачивать работу моделей хороших. И, в общем-то, благодаря доступным камерам оборудования девчонки сами в семейном варианте снимают неплохой контент и даже какие-то делают интересные проекты. И это работает. Людям нравится. Скажи, пожалуйста, а как на этом рынке, где каждый может снять порно и каждый может заказать себе порно на любой вкус, вообще выживают компании, которые делают это профессионально? В чём, собственно, кому это нужно? Ну, скажем так, сейчас выживают компании, которые делают другой уровень просто картинки, другой уровень, наверное, как кино. Просто потому что в домашних условиях они не могут снять. На большую камеру с операторами, визажистами, стилистами в красивых локациях это немножко всё сложнее. Заточить команду с Алексой на водопад, с моделями в 6 утра, чтобы поснимать мини-нет на водопаде, это процесс, скажем так, сложный. И можно снять это на телефон в паре, это будет проще, но картинка будет другой. Скажи, пожалуйста, каков вклад России именно в индустрию? Да-да, на момент большой. В связи с тем, что... Не знаю, что там поменялось в России. Я, видимо, уже 7 лет назад уехала. За это время девчонок, желающих сниматься, стало больше. И не то, что я их стала как-то больше искать. Я рассказывала, что я сама не хожу по улице, не ищу их. Стали писать. И есть такие девушки, которые ждут своего 18-летия, чтобы в первый день пойти сниматься в порно. Есть те, которые стали родителям рассказывать, прежде чем идти, мама, папа, я пойду сниматься в порно. А много русских звёзд на этом рынке в мировом масштабе? Вот в мировом масштабе звёзд из России. Да, наверное, сейчас много девчонок. Девушки или мужчины тоже? Ну, мужчины у нас, мальчик очень, скажем так, резко стал большой звездой. Лёша. Маятман. Маркус Дупри. Алексей Маятман, он не даёт интервью. Мы тоже пытались. Да. Я его понимаю, да. Мне как раз объясняли коллеги, что у него там в России родственники, он не хочет их расстраивать. Да. Ну, это как бы право выбора каждого, да. То есть я тоже не всем соглашаюсь на интервью, но есть свои причины, почему надо соглашаться, когда это касается того, что всё равно надо давать интервью, никуда ты от них не убежишь. Ну, надо только выбирать, кому давать, кому не давать. Ну, в общем-то, по всей жизни, да. Добро пожаловать в ещё одну столицу русского порно. Это Будапешт. Наряду с Берлином, где мы уже были, и Прагой. Это три главных в Европе центра русского порно. Мы уже поняли, что русская – это часть мирового, но в самой России порно сейчас студийного, я имею в виду, профессионального порно практически не снимают, потому что у нас в 2012 году ужесточили соответствующую статью УК. Там теперь есть большие сроки, там есть и распространение, и оборот, и изготовление. Никто, конечно, не рискует. Вы меня спросите, что плохого в борьбе с порнографией, с порнухой? Понимаете, на уровне текста ничего. Но ведь вопрос у нас, как обычно, в стране в правоприменительной практике, да? И поскольку понятие оборота порнографической продукции, легальной, подчёркиваю, понятие вообще порно в законе отсутствует, то суды каждый раз опираются на мнение экспертов, экспертов. И это к чему приводит? Несложно догадаться. Приводит к тому, что ради галочки возбуждают дела из-за страничек ВКонтакте. Ты у себя залил порнушку на страницу, упс, а это публичная демонстрация. Оборот, иди сюда. И знаете, есть какая-то магия цифр. В Российском уголовном кодексе уж точно самые одиозные статьи. На два начинаются, на два заканчиваются. 2-8-2 экстремизм, 2-1-2 массовые беспорядки, и вот 2-4-2 как раз оно, порнуха. Аптека, которая имеет лицензию на торговлю наркотическими веществами, в том числе, например, эморфиям, соответственно, может его продавать. А вы, если вам доктор, не дай бог, пропишет это, будете покупать его в аптеке. Но если вы пойдёте за этим эморфием на чёрный рынок, купите его на чёрном рынке, то это будет незаконно. Значит, для того, чтобы оборот какого-то вещества, предмета, стал законом, или законом должен быть закон, который определял, что в этом предмете, его какой оборот законен, а какой незаконен. Вот в законе о порнографии нет такого. Самого закона об обороте порнографии так и не принято. Следовательно, по идее, всё осталось на том же уровне, на котором было. Кстати, совсем недавно, если вы знаете, «Страсбургский суд признал моё право на распространение данной продукции». Что это означает? Это значит, что вы вернётесь в Россию и будете снимать порно дальше здесь? Я уже, наверное, лет 10 не занимаюсь изготовлением и распространением видеопродукции. Не занимаюсь, потому что монетизировать продукцию, которую ты снимаешь, даже не будем называть это любую фильм, пусть это не обязательно будет порно, но это любой фильм, достаточно сложно. Связано это с тем, что его буквально через день-два, после как он вышел, выкладывают в интернет бесплатно. И все его качают бесплатно, особенно в России. В Будапеште нет уберов, в Будапеште пробки, мы уже 15 минут ждём такси. Короче, едем мы к Пьеру Вудману. Если вы не знаете, кто такой Пьер Вудман, возможно, вы из тех счастливых людей, кто никогда не смотрел порно, потому что это такая легенда в индустрии. Ему 56 лет, он до сих пор снимает. Он прославился тем, что он придумал порно-кастинги. Это когда девушка приходит в комнату отеля, и он там с ней разговаривает, типа, знакомится, а девушка типа не знает, что предстоит дальше. И она такая, вообще, я мимо проходила, я не такая. И это вот прям взорвало в своё время индустрию, и сейчас он продолжает успешно это снимать, в том числе здесь, в Будапеште. Хорошего дня. Пока. Можем начать интервью сейчас? Да. В прошлом я нанимал девушек, которые ничего о порно не знали. Они приходили не ради денег, потому что иногда они даже не знали, для чего они были здесь. Они брали журнал, а потом узнавали, что я хочу с ними сделать. Так что вначале вообще не было никаких вопросов о деньгах. Некоторые хотели фотографироваться, некоторые хотели путешествовать, а некоторые просто хотели встретить французов. Было много разных причин, по которым они снимались в порно. Мы с моим ассистентом нанимали их прямо на улице. Сегодня почти невозможно нанять кого-то на улице. Потому что многие вас узнают. Не только, но да. Много людей меня знают. В прошлом порно было очень секретным. Его можно было купить в видеоклубах или секс-шопах. Девушки были весьма уверены, что мало людей узнают, чем они занимаются. Потом появился интернет. Интернет изменил все, потому что теперь порно можно смотреть в каждом доме. И на вершине всего этого появилось пиратство. Есть две большие гидры. Одна — X-видео с французским боссом, вторая — Pornhub. Но на самом деле есть много других компаний. Но самая большая — это Pornhub, который владеет MindGeek. MindGeek владеет Pornhub и тысячами порносайтами и тюбами в мире. Чтобы вы понимали, у Pornhub такое же количество посетителей в месяц, как население мира. 7 миллиардов, которые посещают Pornhub каждый месяц. Эти люди просто отмывают миллиарды долларов, потому что они просто перепродают себе фальшивый трафик. Они делают много вещей, которые, в общем-то, незаконны. Но это никого не волнует. Но никто не знает о том, что это было. Раньше было пофиг. Ты мог бы украсть чей-то контент, залить, да, я не говорю сейчас конкретно про Pornhub, а как работали крупные агрегаторы. Но Pornhub сейчас тоже жалуются студии, что это здоровый контент. Сейчас, если ты пожалуешься, его удалят. Мы же не можем предупредить это. То есть, так же, как и на YouTube. Я могу скачать твой ролик и залить его туда. YouTube сразу его не удалит. Если ты на него пожалуешься, он его удалит, потому что правообладатель на Pornhub сейчас точно так же. Но раньше, в 2003-2004 годах, крупные сайты, это были просто агрегаторы. К ним заливался-заливался контент, они на нем зарабатывали, им было пофиг, что это за контент, кому он принадлежит и так далее. И в этом плане тогда создатели контента не очень дружили с такими площадками, как Pornhub. Но, тем не менее, Pornhub пошел на встречу, отказался от этой модели, стал легализоваться и сейчас работает. То есть легализация имеется в виду правовая легализация, в смысле авторские права. рекламодатели на Pornhub платят больше, чем на YouTube, потому что аудитория на Pornhub куда более качественная и платежеспособная. Ну, на Pornhub твоя аудитория – это люди, которые смело на какой-нибудь сайте привязывают свою кредитку к сайту с порнографией, готовы с нее оплачивать, например, подписку, либо оплачивать вебкам-моделям, кидать какие-то монеты. Эта аудитория более готовая и смелая к тому, чтобы платить. – Давай продолжим в сравнении с YouTube. Там понятно, что все, кто взошли в русском YouTube, они едва ли будут иметь какой-то успех в англоязычном, но просто из-за языка, потому что каждый смотрит в своем языке. В этом смысле порнуха – порнография. Это язык международного общения или все-таки люди внимательно слушают на каком языке? – Ты можешь взлететь как на западном рынке, так и на российском совершенно легко. Там же не требуется, ну, скажем прямо, не нужно особое знание языка, чтобы понять, о чем идет речь. – Один из лучших способов, которые они нашли, это создать специальный веб-сайт, где они предлагают парам и людям со всего мира снимать себя и делать свое собственное видео. И, конечно, все готовы это делать, как сумасшедшие, потому что думают, что за месяц станут миллионерами. Это очень печальная ловушка, потому что новая пара может заснять одно, два, три, десять видео. И люди сначала покупают их, и пара зарабатывает деньги, но после 20-го, 30-го видео, что они потом еще могут предложить? – Это что-то похожее на веб-камер. Веб-камер-бизнес еще 10 лет назад был чем-то невероятным. Некоторые девушки зарабатывали 25-30 тысяч, иногда даже 50 тысяч евро в месяц, потому что они были хорошими и красивыми. Они должны были сидеть перед веб-камерой 10-15 часов в день, но им было все равно, потому что деньги были огромные. Но сегодня в мире есть 100 тысяч девушек, которые занимаются веб-камом. Сейчас стало так много компаний, занимающихся веб-камом, что все начали снижать цены, чтобы заманивать к себе клиента. Мы приехали в пригород Будапешта. Адрес нас просили очень не называть, на всякий случай. Здесь Model House. Здесь живут русские модели, которые здесь же в Будапеште снимаются. И здесь, в частности, живут Катя и Кирилл, к которым мы приехали. Это веб-камщики. Это то самое новое поколение порно-актеров, которым не нужны студии для коммуникации с аудиторией и для зарабатывания денег. Ну, веб-кам. Здоровая, активная. А у вас это типа общежитие, да? Да, общежитие. Общежитие порно-актеров. Порно-общага. Порно-общага. Слушай, а в порно-общаге актеры же просто живут тут. Никакого от секса, наверное, устают на работе. Данная общага у нас отличается несколько, что ключевая задача этой общаги – это формировать контент. А, то есть вы здесь же и снимаете? Здесь же и снимаем. Здесь же у нас веб-кам-студии сейчас покажу. Привет. А как технически? У вас есть определенное время или у вас есть… У нас есть определенное время, в которое мы выше выходим. Вы территорию ограничиваете, то есть вы Россию закрываете? Да, у вас страны СНГ, Россию, Казахстан, Гаурус, Украину мы блокируем. Но эта блокировка, которая находится в жизни. А сейчас VPN, он каждый дурак мне тоже пользовался. Ну, понятно. А так, в принципе, вы на Америку работаете? В основном Европа все-таки. Раньше, когда мы работали в Пае, очень долго, там мы работали, в основном, на Америку. Сейчас я делаю фокус больше на соло-шоу Кате, и там уже больше фокуса не было. Как долго длится рабочий день? Сколько рабочих дней в неделю? Четыре-пять часов, пять-шесть дней в неделю. По-хорошему. Четыре-пять часов не вынимаешь, что называется? Грубо говоря, да. То есть это прям тяжелая работа, так, четыре часа каждый день. И поэтому мы снестили фокус больше на соло-шоу, либо на резбо-шоу, потому что… А, а ты в это время отдыхаешь? Да. Сколько вы здесь зарабатываете, если не секрет, вот здесь, Будапеште, в этом доме? В доме вообще в целом со всех проектов, грубо говоря, там с Випканова, со всего… Ну, вот вы живете здесь, да. Это бывает, ну, за одну неделю там пять съемок, а в другую неделю вообще не будет съемок. Ну, примерно в месяц, порядок. Ну, в этот месяц, пожалуй, где-то в районе пяти тысяч долларов. Долларов, на двоих? Да. Триста тысяч рублей. Для Будапешта, мне кажется, очень неплохо. Ничего себе хватает. Для семейной копилки тоже, наверное. Тем более, что у нас принцип расхода минимальный. Здесь сейчас скоро запустится еще один проект, и там будет еще больше. Как тебя зовут еще раз? Меня зовут Лаваня Люкс. А в жизни как тебя зовут? Аня. Аня. А можно же тебя именем Аня называть? Конечно. Я больше сейчас как раз люблю позиционировать себя как Аня, потому что мое сценическое имя сейчас у меня уже не актуально. То есть Аня работала в бизнесе, работает в бизнесе уже пять лет, ты снималась, а сейчас ты занимаешься чем? Сейчас я занимаюсь продвижением моделей. Сейчас очень в нашей индустрии интересно именно нашим зрителям, тем, кому мы нравимся, посмотреть нашу настоящую жизнь. То бишь, как я готовлю еду, к примеру, как я встаю с утра и какой я кофе пью. Это реально интересно. То есть не надо все время сексом заниматься? Нет, нет, это совершенно необязательно. Она гуляет с собачкой. Да, она просто веселая и классная и ходит в спортзал там каждый день. И это интересно людям. И оттуда мы уже переводим людей на покупку как раз таки для просмотра порно. Ну вот, к примеру... Ну то есть живет красивая девочка, ходит в спортзал, готовит себе кофе, а потом еще она трахается, а за это доплатите. Да-да-да. А потом, типа, если вы хотите увидеть, как я там, вот я сейчас собираюсь идти в душ, да, вот сейчас я такая одета в красивое бельишко, но если ты хочешь все-таки увидеть, как я его сейчас эротически сниму, то тогда она, например, уже должна заплатить. Докинешь еще пятерочку, да? Скажи, пожалуйста, а сколько можно заработать на этом? У нас недавно одна девочка заработала 1 миллион баксов. В смысле? В смысле, в прямом. В неделю девочки зарабатывают от 200 евро, да, там, 200 баксов до 2-3 тысяч в неделю. У нас есть представительницы, которые зарабатывают сейчас по 3-4 тысячи в неделю. То есть просто ты снимаешь свою жизнь. Да, ты снимаешь свою жизнь. И потом еще ты, значит, занимаешься сексом. Неважно, занимаешь ли ты сексом там или сама с собой, со своей рукой, это совершенно неважно. И зарабатываешь по там несколько тысяч за день. Да. Я слышал, что в этой индустрии девочки зарабатывают по 50 тысяч долларов в месяц. Это реальная цифра? Нет. Может быть, американские какие-то мегапопулярные актрисы, да. А вообще в Европе у девочек средний ценник довольно-таки маленький. Я завысила себе рейд, и не все продакшены, все, в принципе, хотят со мной работать, потому что считают, что это дорого. Но я считаю, что для порно это нормально. А ты сама себе устанавливаешь уровень доходов? Я не хочу работать по среднему ценнику, потому что ты занимаешься в порноиндустрии, работаешь в порноиндустрии, и работать в порноиндустрии за маленькие деньги, я считаю, это не любить и не уважать себя. А что такое средний ценник? Средний ценник это 500-600 евро. За сцену? За бойгерл, да. Ну просто сцена с бойфрендом. То есть, условно говоря, сцена с анальным сексом, сцена с двумя партнерами стоит дороже? Да, конечно. Я пытаюсь на себя это спроецировать, и мне бы, наверное, секс довольно быстро надоедал. Я бы к нему относился как к работе, и для удовольствия сексом позанимался либо совсем редко, либо не занимался вовсе. Это так? Вот раньше я была вообще просто сумасшедшая до секса, мне очень сильно нравился секс, а в последнее время я чувствую, что он мне наскучил. И поэтому я хочу, наверное, взять паузу на несколько месяцев, потому что я действительно чувствую, что порно мне уже смотреть вообще неинтересно. А секс мне интересен только, когда есть какая-то химия, а химия бывает редко. Но когда встречаешь человека, с которым происходит эта химия раз в несколько месяцев. На площадке? Нет. А, в жизни? В жизни. На площадке секс мне, в принципе, не нравится. Я это делаю ради популярности, а не ради денег, в первую очередь. Меня деньги – это показатель того, что я делаю свою работу хорошо, я нравлюсь людям. Я получаю больше денег, потому что люди меня любят. А не потому что там… Я бы могла пойти в эскорты и зарабатывать там гораздо больше. Я не занимаюсь эскортом, потому что я не хочу, чтобы пришел какой-то мужик и сказал мне… И купил тебе. Не-не-не, ну купил, ну это не без разницы, как вы это можете назвать. Просто вот скажут, давай соси мои яйца два часа, вот тебе деньги. Я люблю делать секси то, что я хочу. Я говорю про съемки в порно, что я занимаюсь сексом бесплатно. Мне платят только за то, чтобы поставить камеру при этом. И мне действительно нравится с анимацией. Мне нравятся команды, мне нравятся разносторонние личности. И то, как они вообще относятся к тому понятию, как секс, это в принципе не только секс, физическое совокупление, а как искусство. Но подожди, но как раз порно, оно, по крайней мере, в общественном представлении, это как раз очень достаточно физическая вещь. В первую очередь. Не про чувства, а про механику. Но нужно показывать чувства. Вы ошибаетесь. На самом деле фанаты, вот именно те, которые действительно пересматривают порно, которые зациклены на этой индустрии, они всегда видят, а, недостаточно зрительного контакта, недостаточно чувств, вот это вот. Они это пишут, они это замечают. И там, где нет химии, там приходится играть. И там не хочется смотреть, может быть, в глаза или что-то такое. А где есть химия? Там как бы всё, как в жизни. Понятно же, что общество в целом всё равно относится к порноактрисам, примерно как к проституткам. Нет. Нет? Совершенно разные вещи. Замечала, если ты скажешь, есть корница, сразу к тебе. Если скажешь, порно, мужики как... Типа... Да ладно? А давай... И начинаются вопросы. А эскорт – это другое? Эскорт – это другое. Ну, эскортницы многие даже относятся к порно, типа, что... Они думают, что за это должны больше платить, потому что ты же там всё на показ, как бы, и... Эскорт – это другое. Эскортницы же, они прячутся, они стыдятся этого. А порноактрисы – я не стыжусь. Я всем заявляю. Если кто-то спросит про работу, я скажу, я порноактриса. Никто ничего мне не говорит. Но тебе возразят, если скажут, там секс за деньги, здесь секс за деньги. В чем разница, кроме того, что камеры? Вы знаете, ко мне просто молодой человек клеился, очень известный. Ну, прям селебрити российских. И я ему говорю, он мне такой, пойдем, пойдем, там, да, да. Я такая, нет, нет, я только ради искусства. Он говорит, правда? Я говорю, ну, меня не возбуждает, если это просто так. Мы там вдвоем, нас никто не видит. Это кто? А миру же надо, я же это же красиво делаю. Прям ради искусства, только ради искусства. Все, отстал сразу же. Когда я была в Дубае, прыгала там с парашютом, и, короче, какой-то шейк, мне просто все соцсети писали. Мы пытались купить мой номер, звали меня к нему поехать. И я, когда свадьба не состоялась, я подумала, ну, буду реветь, но хоть в бриллиантах где-то, в Дубае. Хочу, все ездят, ездят, как бы, а мне почему не попробовать? И вот мы уже договорились, и какой-то в последний момент я не поехала, не знаю. Не лежала душа, не знаю. Не, ну, если бы был какой-то красивый мужчина, который бы мне дал бы денег за секс, ну, почему, может быть, я бы согласилась? Не знаю. Я бы сказала так, 50 на 50. Вот даже с теми девушками, с кем я работаю и общаюсь, где-то половина очень противится вообще каких-то связей, да, и четко себя позиционирует именно как порнозвезда. Связями за деньги, ты знаешь? Да, связями за деньги. То есть они только вот сниматься перед камерой, да, никаких личных там, да, поездок и всего такого. То есть они категорически против, и везде об этом пишут, и везде пропагандируют, что нельзя одно с другим смешивать. Но в то же время реальность такова, что девушки есть те, которые смешивают, и это не только с Россией связано, скажем так, это повсемирно, вот, просто здесь, я так понимаю, что предложение, размер предложения зависит. То есть как бы если сумма большая, то, наверное, соглашаются. Сейчас в порнографии девушки используют меня. В прошлом мы были теми, кто использует людей. Я использовал их, чтобы зарабатывать деньги, а сегодня пользуются мной. В основном по двум причинам, конечно же, связанным с деньгами. Главная причина – проституция. Но не со мной, а для того, чтобы появиться в интернете. В Германии даже есть несколько борделей, где пишут на дверях девушка Вудмана. Это означает, что она хороша для анального секса. И за это посетители платят больше. То есть вы маркетинговый инструмент? Да, и это совершенное безумие. Мы уже привыкли, что девушки присылают мне электронные письма, говоря, что они хотели бы сняться в моих видео. Им все равно на мой бизнес. Им все равно на меня. Им просто хочется быть на моем сайте. Потому что они знают, что если их лицо будет на моем веб-сайте, то это будет отличная реклама для них. Они будут зарабатывать намного больше. Девчонка, которая готова заниматься такими вещами, в России же как? Это плохо? Как бы это блядьство? Тем более показывать это. Это осуждается. И очень долго еще будет. Значит, ты должна быть какая-то либо отчаянная, либо действительно ебанышка. Что могу заметить, встречается очень часто девчата с биполярным каким-то расстройством, там еще. Ну, то есть факт, реально. Они как бы нормальные, но все равно. Вот. Либо телка хапнула проблем, да, но бывает тоже залетные. Я замужем, у меня ребенок. А, ты замужем? У тебя ребенок? Да. У меня год моей дочке. Скажи, пожалуйста, когда через 16 лет твоя дочка придет к тебе и скажет «Мама, я хочу работать в порно-бизнесе», что ты ей ответишь? Во-первых, не через 16, а через 18. А во-вторых, я знаю, как строить в этом карьеру, даже не затрагивая именно порно и связи с мужчинами. К примеру, я этого не знала. То есть ты ей скажешь «Смотри, дочка». Во-первых, я в данный момент буду стараться сделать все так в ее жизни и дать то образование, которое я сейчас могу позволить обеспечить ей, чтобы ей было это просто неинтересно. А другой момент в том, что если ко мне придет моя дочка и скажет «Мама, я тоже хочу показывать себя», я просто сделаю ей правильную карьеру. А твой муж, он из индустрии? Нет, он не из индустрии. И как он относится к твоей работе? Как к работе? Ревность, там все такое. Нету. Он относится к этим как к работе. Честно сказать, для него секс нормальный, заниматься любовью. И то, что мы снимаем, это такие два разных мира, которые там он работал, а здесь он отдыхает. А для тебя? Для меня тоже два разных мира. Я, к примеру, когда я снимаюсь, я не испытываю какого-то возбуждения. Есть девочки, которые прямо кайфуют от съемок. У меня, к примеру, такого нет, потому что у меня чисто я работаю. А сифилис, гепатит и прочие ЗППП – это профессиональный риск? Профессиональный риск. Серьезно? Да. Ну, я скажу, у нас это как выявляется? Обычно это приносится извне. Мы сдаем анализы каждые 2-3 недели. И обычно, поскольку те же самые люди занимаются эскортом, оттуда они приносят эти заболевания. То есть все-таки многие занимаются эскортом? Конечно. Не получается у меня выстроить красивую историю про то, что здесь вот это все искусство, а там это просто проституция. Все равно, сука, получается, что все одно и то же. Как вы поняли, рискованный у них бизнес, потому что тут и заболевания, передающиеся половым путем, и многие девочки в эскорте параллельно. И главное, когда ты много денег заработал очень быстро и их быстро спустил, непонятно, как тебе жить дальше. То есть это такая затягивающая история, точно так же, как, собственно, эскорт, проституция. Я не сравниваю, но много похожего есть. Я, кстати, в этом году чуть не вышла замуж, но пришлось сделать выбор в пользу карьеры. Я уехала жить в Швец, началась шведский язык, у меня был парень швед, это было просто сказочные отношения. И он замечательный, он хорошо относился к моим съемкам, но потом мне по контракту пришлось поехать на Blackt. И вот он оказался... На куда? Blackt.com. Это что? Это с черными парнями. Это как раз у меня контракт с этой компанией. И он оказался расистым и очень плохо воспринял этот факт. И у меня был выбор, я действительно пыталась отменить съемки, но я не могла отказать, потому что иначе, ну, сами понимаете, контракт с большой студией, и мне нужно было это. Ты потерял много денег? И, по другой стороны, ну, во-первых, эта команда, как моя вторая семья, я бы их очень сильно подвела. И, во-вторых, на самом деле, я не хотела задвигать свою карьеру, мне нравится сниматься. И я поняла, что дальше мы никуда не пойдем. Все отменилось. Я сама собрала вещи и сказала, извини, я тебя бросаю, потому что я вижу, что и тебе, и мне больно. И уехала жить в Москву, и теперь я живу в Москве. Скажи, пожалуйста, оправдали ли, что порноактрисам сложно устроить личную жизнь? Ну, на самом деле, раньше я думала, что нет. А потом поняла, что да. Но если это... Если твой молодой человек из скорной индустрии, то это намного проще. Но я бы не хотела, чтобы у меня были отношения с человеком из этой индустрии. Почему? Потому что сама по себе я немного ревнивая. Я бы не хотела, чтобы мой молодой человек постоянно с кем-то спал, а потом приходил домой. Поэтому я решила, что сначала я брошу сниматься, а потом я уже буду заводить какие-то отношения. Я, конечно, пыталась это сделать до этого, еще когда работала. Но я поняла, что это бессмысленно, и это просто пытает рата нервов. Моя мама была первой человек, о котором я рассказала сама, потому что начала задавать вопросы, а где ты, что ты, как ты, почему-то, потому что многие появились разъезды именно в Европе. Раньше я там жила в Азии полгода, а тут я здесь, здесь, здесь. И как бы я ей рассказала. Первый день такой. Потом она как бы пришла к этому с пониманием. Сказала, что я хотя бы, как сказать, есть блядь, а я умная, блядь. Ну вот она все, что сказала. Но как бы мы с ней на этот счет не ругались. А отец? С отцом мы не общались на этот счет, но он переживает, как мне сказали. Это был телепроект «Дом-2». И это было не просто где-то там в прессе промелькнула статейка, а вот на телевидении, на федеральном канале, в прайм-тайм озвучено, что наша участница снималась в порно. Собственно, с этого все и началось. Самая масштабная атака общественности была в эти моменты. Слушайте, ну были довольно травоядные времена, и я удивился, что вас выгнали из этого шоу после того, как это вскрылось. В том-то и дело, что как раз тогда еще не было ни разу озвучено это вслух. Это сейчас любая ведущая хочет сделать из этого скандал, и все время у кого-то скрываются новые подробности, что она снималась в порно, и уже это 150-й раз пытаются использовать как возможность приобрести такую же популярность. Но, конечно, второй раз это не работает. Это работает только один раз в моем случае. А тогда это было впервые, и вообще не было озвучено, что в России существуют такие съемки, и что в России даже смотрят порно. Это все еще как-то было, это было 15 лет назад. Это было очень большим шоком, и сами устроители, достаточно креативные люди, которые создавали такой проект, существующий огромное количество лет, они были в шоке, они испугались. Из-за чего они выгнали? Из-за того, что они испугались, что их закроют? До того, как мы вошли в индустрию, мы себя подготовили к этому. То есть у нас нет ни одной фотографии в соцсетях, которая привязана к городу. Мы почистили всю информацию, где только возможно. То есть мы, грубо говоря, нас найти было очень тяжело. По фотографии, не по этой фотографии, найти там наш город, либо что-то еще. Практически невозможно, мы были практически стерильны. Мы допустили только одну ошибку, и вот на одном из проектов нас нашли в итоге. Но все равно ничего плохого не было. Просто, грубо говоря, написали, что они такие-таки... Они написали в мои все институты, написали во все правоохранительные органы. Как бы на нас это никак не отразилось, по сути. Но связи просто с друзьями и с родственниками они не нашли, что нас сильно спасло. То есть вот это важный момент. То есть заходя в индустрию, человек должен себя вычистить из привычных всем соцсетей, чтобы исключить вероятность грубо говоря, идентификацией и таким образом буллинга. Потому что мы понимаем, что если тебя опознают, тебя начнут буллить. Да, и бывают шантажируют. Многие девочки, которые сами, например, начинают на веб-каме работать и ничего не знают об этом, они сталкиваются с тем, что их находят, начинают шантажировать. Это вообще отдельно интересная тема, что заставляет людей таким образом себя проявлять. Я думаю, поскольку нас тоже периодически хейтят в комментах, хотя у нас совершенно другая сфера, но природа хейтера одинаковая. Мне кажется, что все-таки основная движущаяся сила – это зависть. Да, мне тоже так кажется. Да, зависть, которую они упаковывают просто в какие-то благородные намерения, что они чистят, как санитары чистят лес. В какой-то момент у меня был аккаунт для семьи, друзей, знакомых из реальной жизни, но потом в однажды, в Новый год, не вот этот предыдущий, я подошла к зеркалу и сказала с бокалом, я бы праздновала одна, чокнулась в зеркало и сказала, знаешь, я хочу, чтобы в этом году я была абсолютно честнадцать с всеми людьми. То есть я не врала при знакомстве, чем я занимаюсь, потому что я решила соединить свою реальную жизнь и работу, и я с тех пор никогда не была так счастлива, потому что на самом деле, может быть, это неправильно, но вот это вот и есть моя жизнь. То есть я не делю работу и личную жизнь теперь. Просто вот мне скажут, ты шлюха, я скажу, и что? Да. И что дальше, что ты мне еще скажешь? Что мне это сделать? Что изменит моя жизнь? Твой единственный партнер, это Кирилл? Да. И в вебкаме, и здесь, когда вы снимаетесь, в фильмах, правильно понимаю? Не считая девушек. Ну да, не считая девушек. Хороший путь обойти всякий моральный барьер, мне кажется. Да? Нет? Тут даже больше не про моральные барьеры. Для нас, нашей философии, даже мы нормально относимся к свингерам. Ну просто для нас это мы как-то не хотим. Мне кажется, ты не хочешь первичных. Осталась отличница. Наверное. То есть кто больше не хочет? Еще под вопросом. Я вот такой думаю, а почему они вызывают такое позитивное ощущение? А вот девчонки, которых мы тут снимали, ну такое, прямо к некоторым из них возникает такая острая не жалость, нет, а острое сочувствие. И знаете, это какая-то сакральная эзотерическая хрень, ей-богу. Вот пока не нарушается какой-то... Меня сейчас захейтят феминистки, которые нас смотрят, но я это скажу. Вот пока не нарушается какая-то сакральная история про то, что вот мужчина и его женщины, и они вот вместе делают то, что им нравится, все окей. Когда начинается история, что женщина с кучей мужчин, мужчина с кучей женщин... Я, вы знаете, человек очень вольных взглядов, правда. И я совсем не пуританин. Но я вот прям чувствую, что в этом, сука, что-то есть. Стоило приехать на порноконференцию, чтобы это почувствовать. Вот есть в этом что-то. Вот не случайно это так. И сколько бы мне уважаемые феминистки вот, кстати, посмотрите наш выпуск, не рассказывали, чтобы традиционная семья развалилась и эти ценности больше не вэлит, не работают. А вот приезжаешь так на порноконференцию и понимаешь, что нет, работают. И это, кстати, хорошая новость. Мальчики делятся на три категории. Первый, те, которые ничего не употребляют, ничего не колют. Те, которые пьют таблетки, и те, которые колют под туда. Ну, типа, как Виагра в жидком виде просто быстрее действуют, чем таблетка. Те, которые не колют ничего, их прям, ну, не знаю, там, меньше десяти, наверное. Вот они, наверное, во всем мире. Меньше десяти в мире. Да. Ну, это как раз таки, это легенда рока, это Вудман, это Леша, это, у нас есть Кристин, итальянский актер, есть Альберт, испанец, ну, вот, и там, может быть, еще несколько американцев. Тяжеловато, конечно. Ну, многие профессионалы, прямо процентов девяносто, они работают на инъекциях. Тут все очень просто. Тут, как бы, ты сделал укол, и можешь работать со спокойной душой, в прямом смысле слова. Чтобы непосредственно поднять, конечно, нужна концентрация, спокойствие, душевное, моральное, финансовое в том числе. Ты всегда хочешь партнершу во время съемок? Не всегда, но я в процессе съемок настраиваю себя так, чтобы ее хотеть. Кому платят больше? Смотря где. Если мы говорим про Европу, то девочкам платят больше. Некоторым мальчикам платят так же, как девочкам. Это же несправедливо. Почему? Им сложнее, им тяжелее, им приходится таблетки, наверное, такие не жрать. Ну, а продаются в основном все-таки это из-за внешности девушки, а не из-за внешности мальчика. Хотя сейчас есть исключения. Вот в Америке примерно одинаковый ценник. Хотя, наверное, чуть поменьше мальчики получают. Там просто очень много получают девочки. Поэтому такая разница. Вы планируете выход из этого бизнеса в какой-то момент? Нет, не планируем. Пока нам все устраивает, все нравится. Если что-то выстрелит, и будет какой-то интересный выход для нас выйдем. Если нет, то пока нет. Ну, нельзя же в бесконечности этим зарабатывать? Ну, почему нет? Одно из стартирования потом нужно уйти. То есть у меня сейчас цель – это уйти в какой-то менеджмент, в продюсерство, в режиссерство и так далее. На мой 60-й день рождения я уйду из этого бизнеса. Как актер или как режиссер? Я больше не буду снимать штаны перед камерой после 29 апреля 2023 года. Это точно. А дальнейшие планы на жизнь какие? В принципе, никакие. Сейчас я еще начала заниматься верховой ездой. Чем? Верховой ездой. В следующем году я думала поступать на продюсера. Ну, в колледж. В принципе, у меня нет никаких планов. Я просто делаю то, что мне нравится, и все. Занимаюсь тем, что мне приносит удовольствие. И деньги. И деньги. Посмотрите на популярных актрис, которые реально горят своим делом. И они все очень молодо выглядят. 30 лет они выглядят моложе, чем я. Но не все молодо выглядят. Но я такое заметила. Нет, те, которые как раз похожи на меня по отношению к работе, они такие, а не то, что вот я такая корова, как дойная корова пашу каждый день, много видео снимаю, хочу быстро заработать денег и хорошо жить потом, не сниматься больше. А те, которые реально надолго остаются в бизнесе, и им нравится то, чем они занимаются, они очень хорошо выглядят. Мне говорят, как ты попала в порно? Это порно попало в меня. Я опять забыла, что хотела сказать. Давайте просто буду красиво ловаться, пока не вспомню. Улыбайся. Я тут несколько одурел от обилия порно-актрис. И поскольку сознание все-таки съезжает, когда ты все время только с ними общаешься, я здесь встретил Дилю. Диля моя коллега. Мы с ней работали на одном большом проекте несколько лет назад. А здесь Диля тоже снимает документальный фильм тоже про порно. Не будем пока говорить, для какой платформы. Это некоторым образом секрет. Но это прям большой документальный фильм. Да. Диля не имеет отношения к порно. Поэтому я тебя захотел спросить. Твое отношение к порно, раз ты уже давно его снимаешь, этот свой проект, поменялось? Да. Во-первых, я уже по-другому смотрю на само порно. А во-вторых, не то что хуже или лучше, я начала относиться к порно и к героям, которые в этой индустрии. Я невероятно начала... Я уважаю этих людей, потому что это на самом деле большой труд. Это реально большой труд. И кто-то попадает не из очень хорошей жизни в эту индустрию, например, актрисы, а кто-то попадает, потому что им просто нравится. Не могу тебя не спросить. Ты помогла сняться в порно после всего этого? Всего того, что ты увидела? Уже у меня не тот возраст. Чтобы начинать сниматься в порно. Но я так скажу. Если ты меня просто спросишь, отходя от возраста, отходя от моего положения и так далее, там подобно, я бы сказала, я хотела бы попробовать сниматься в порно. И я знаю даже при тех условиях, что если ты начал сниматься в порно или снимать порно, как кто угодно, режиссер и так далее, оператор, обратной дороги нет. И я даже готова это сделать. Нет ничего зазорного. Говорит о том, что да, я посещаю порно сайт. Ну, то есть для тебя порно сайт уже давно не слово, за которое ты краснеешь. И дело не в том, что мы как-то выросли, а в том, что действительно в обществе это стало более спокойно, стали к этому относиться. Я не знаю, может, ты вспомнишь, что это там знаменитое видео. День студентов Курский есть такой. Оно сразу у тебя. Вот наша у меня вся группа зоны болтся. Вспомнил, и может быть, я бы посмотрел, как я вот помню. А это было постановочное видео, кстати? Ну, конечно, естественно. Все эти видео постановочные. Знаете, друзья, я, кажется, говорил уже об этом. Почти ко всем героям, кого я снимаю, я проникаюсь в симпатию. И ко всем этим людям я тоже проникся большой симпатией. Но мне в этот раз стало даже любопытно понять, а почему я к ним чувствую симпатию? Почему? Я посидел, подумал, и ответил на этот вопрос. Потому что они довольно честные люди, вы не поверите. Потому что они не притворяются. Они такие говорят, да, мы тупо ебёмся. Мы этим зарабатываем, мы такие. Не хотите, не смотрите. А как часто мы в жизни попадаем в ситуации, когда, пусть и в переносном смысле, но мы тупо и неинтересно ебёмся. Или нас начальство обычно тупо и неинтересно ебёт. А мы делаем вид, что это что-то жутко важное, что мы генерим какие-то сверхсмыслы. Хотя внутри себя понимаем, это просто тупая, бессмысленная ебать. А эти не притворяются. И поэтому я чувствую к ним симпатию. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова